Добрый вечер, в прямом эфире новости ТВК. Меня зовут Илья Зайцев. В ближайшие 30 минут я и мои коллеги подведем информационные итоги этого четверга, 30 июня. И мы начинаем. Сегодня глава Красноярска Тхамак Булатов прокомментировал информацию о возможной продаже компании Краском структурам компании СГК, которая ранее приобрела группу управляющей компанией Жилфонд. Информация появилась накануне сразу из нескольких источников. Косвенно возможную сделку подтвердили губернатор края Виктор Толоконский и заместитель руководителя регионального управления антимонопольной службы Олег Харченко. И вот что сегодня заявил мэр Красноярска. Мы не собираемся продавать свой пакет и правительство края также не предполагает выставлять на продажу свой пакет акций. Продается пакет акций, который принадлежит одному из юридических лиц. Но, и я не знаю, состоится эта сделка, не состоится. Конечно, мы наблюдаем за этим. Но я хочу сказать одно. Условия аренды муниципального имущества, водоконнализационного хозяйства, они незыблемы. Они предусмотрены договором аренды, который был заключен в 2007 году. И этот договор, требования этого договора мы будем контролировать неукоснительно. То есть, фактически, мэр признал факт переговоров. Напомню, что в структуру Краскому, помимо водоснабжения и водоотведения, входит так называемое управление теплоэнергетики. Это 263 километра тепловых сетей, 42 тепловых пункта и 11 котельных. В компании СГК подтверждают, переговоры по поводу сделки сейчас ведутся в том числе с городскими и краевыми властями. И подчеркивают, СГК заинтересована в сделке, поскольку это приведет к централизации теплоснабжения. Это дает положительный эффект в следующем. Первое. Это центральный диспетчерский пункт или централизованное диспетчирование работы тепловых сетей в городе Красноярске. Второе. Это единая инвестиционная программа, которая позволяет в целом и реконструировать тепловые сети, и развивать тепловые сети для подключения новых потребителей. Это сокращение затрат на передачу тепла по тепловым сетям. А затраты на передачу тепла – это одна из составляющих в конечном итоге или для конечного тарифа по теплу. Сроки сделки пока не определены, но в СМТВК стали известны детали. Речь не идет о продаже 26% городского и краевого пакетов. Переговоры ведутся вокруг продажи 74% компаний Краском, которые находятся в частной собственности. 10 из них – это офшорная компания на Кипре, реальные собственники которой неизвестны. Судя по данным Кипрского бизнес-регистра, в конце прошлого года у компании сменился собственник, и сейчас его корни ведут в сторону Китая. Также среди владельцев частного пакета – группа физических лиц. Среди них Борис Черкасов, бизнес-партнер Валерия Грачева. Сам Грачев, который, напомню, ранее продолжил фонд структурам СГК, а также нынешний председатель Совета директоров Краскома Вадим Дичков. По нашей информации, в ходе обсуждения звучала сумма сделки в 1,2 млрд рублей за 74% компаний Краском. Это в 162 раза больше номинальной стоимости пакета. Также напомним, что накануне в ходе СМС-голосования 99% зрителей новостей ТВК высказались против возможной продажи Краскома компаний СГК. Запастись водой и проверить кран просят жители правобережья. Завтра в 11 вечера на сутки отключают холодную воду в Свердловском и части Кировского районов. В микрорайонах Первомайский и Водников на профилактику остановят водозабор на острове Отдыха. Возобновят подачу воды к вечеру 2 июля. Глава Свердловского района Владимир Упатов уволен. Такое решение сегодня принял глава города после инспекции по району. Эдхам Акбулатов остался недоволен отсутствием контроля за содержанием территории и решением важных для района вопросов. Но главное нарекание на обращение жителей или не реагирует вовсе, или с серьезными опозданиями. Сегодня мэр заехал на стихийную свалку на улице Турийской. На нее жители жалуются уже несколько недель, но ничего не меняется. Вяло продвигается работа и в детском саду на улице Ключевской. Объект должны были сдать еще 4 месяца назад. Посмотрел мэр, как идут дела и в детском саду на Тимошенково. Там до сих пор не укрепили склоны. После такого дня района глава города заявил журналистам, что примет организационное решение. И уже ближе к вечеру стало известно об увольнении Владимира Упатова. Деревья в сквере праздничные на улице 60 лет октября погибли из-за коммунальной аварии. Об этом во время все той же инспекции по Свердловскому району сегодня рассказал мэр города Эдхам Акбулатов. Я напомню, новости ТВК уже сообщали, что порядка 25 сосен пожелтели и засохли. Благоустраивали сквер в 2012 году на средства спонсоров. Но через 4 года деревья погибли. Деревья погибли в результате, как мне поясняют, коммунальной аварии. Но виновники, которые допустили эту коммунальную аварию, обязаны восстановить благоустройство. На сегодняшний день тоже необходимых мер не предпринято. И я рассчитываю, что в ближайшее время будет мне представлен договор на восстановление, в первую очередь, того нарушенного благоустройства тех погибших деревьев, которые погибли в результате этой коммунальной аварии. Местные жители добавляют всю зиму земля, где были высажены сосны парила. Скорее всего, теплосети проходят прямо под аллеи. При этом специалисты подчеркивают, высаживать деревья в таких местах нельзя. Нельзя ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения норм и правил. К середине июля обещал убрать все павильоны с набережной, но уже с 1 июля уходит на новую должность. Руководитель кросспорта Сергей Качан назначен на должность вице-мэра города. Как поясняется в сообщении мэрии, цитата «в порядке перевода». К обязанностям он приступает уже завтра, и курировать будет теперь не спорт, а весь социальный блок. Ранее этот пост занимала Ольга Карлова. Она была единственным замом мэра, который не совмещал должность с руководством каким-либо подразделения. В Красноярске не рады гостям. Известный горожанам своими прямыми и жесткими высказываниями о нашей набережной блогер Илья Варламов ответил мэру. Я напомню, Варламов посетил Красноярск в начале июня. После этого он опубликовал отчет, где назвал центральную набережную позором города. Накануне городоначальник прокомментировал заявление столичного гостя. Давайте послушаем еще раз. Мы формируем общественное пространство, по сути дела, на участке от Виноградовского моста до регистрационной палаты. А если сказать больше, то вообще говоря, общественное пространство должно включать в себя остров Таташев, набережную реки Енисей и набережную реки Кача. Я не знаю, что может оценить блогер и что он сделал в жизни. Поэтому я не особенно, так сказать, близко к сердцу принимаю заявление какого-то соезжего гастролера. Блогер не заставил себя долго ждать и сразу отреагировал новой публикации под названием «Плохой Красноярск». Вот как Варламов ответил Акбулатов. Но особенно мне понравилось вот это. Мы сделаем нашу набережную не для каких-то блогеров заезжих, а для себя комфортной и удобной. В то время, когда все города пытаются привлечь к себе туристов и гостей, мэр Красноярска открыто заявляет, что Красноярск гостям не рад. Ну и хочу напомнить, что господин Акбулатов уже более четырех лет занимает пост главы города. Интересно, что все эти четыре года мешало ему привести набережную в порядок? И это та часть высказывания Варламова, которую можно произнести в эфире. Кроме того, в заметке о Красноярске Варламов критикует городское благоустройство, отмечая странное, по его мнению, обилие ограждений. Пишет о лавочках вдоль пыльных дорог. Неприятно удивили столичного гостя и новые микрорайоны. Цитата «Омерзительная микрорайонная застройка, еще хуже, чем в Челябинске». Конец цитат. Дышать хотят даже памятники. Борцы за экологию сегодня рано утром провели необычную промо-акцию на все городские памятники в центре города. Они надели маски и респираторы. Что в итоге вышло в интернете, выкладывали не только арт-экологи, но и поддерживающие их горожане. Вот только некоторые фотографии из центра Красноярска. В компании «Русал» сегодня впервые прокомментировали план строительства так называемой алюминиевой долины. Напомню, договор о намерениях создать промышленную территорию был подписан две недели назад. Тогда ряд экспертов окрестили его экологическим приговором Красноярска. Ведь вдобавок к имеющемуся алюминиевому заводу в городе может появиться еще и завод по переработке этого металла. Что стоит за предполагаемой штамповкой радиаторов, колесных дисков и корпусов для сотовых телефонов, мы спросили у представителей компании. Давайте послушаем ответы на пять самых популярных вопросов по этому проекту. Это в какой-то мере ответ на вопрос, а почему наша экономика вся такая сырьевая? Почему мы не делаем готовых изделий? Ну, собственно, это и попытка. Не будет никакого увеличения производства на Кразе. Как раз работал, так и будет работать. Ничего у него не меняется вообще. Не будет никаких новых печей и новых труб. Совершенно точно. Не будет никакой дополнительной экологической нагрузки. А все те, кто говорит, что вот это случится, ну, либо совершенно не в курсе проекта, либо сознательно вводят людей в заборождение. Потому что это можно стать рядом из-за забора, получать горячий произведенный металл с Краза. Значит, его не нужно разогревать, не нужно тратить электроэнергию, не нужно, опять же, нагрузку на экологию увеличивать. Да, это очень просто. Алюминиевая долина на данном этапе – это еще нулевой цикл проекта, когда обсуждаются идеи, когда готовится, ищется пул партнеров, когда заключается соглашение о намерениях и готовности участвовать в этом проекте. Этот проект с конкретикой, конечно, будет вынесен на суд общественности, и все желающие, все горожане, мы с удовольствием про него расскажем, могут его посмотреть, поучаствовать, задать вопросы и получить все необходимые ответы. Как платить будем завтрашнего дня? Полностью меняется система оплаты тепла. Какие платежки получат красноярцы? Об этом через 4 минуты. Не пропустите после рекламы уникальные кадры. Маленький медвежонок забрался на дерево на улице Туристской. А также расскажем о том, как идет программа продажи доступного жилья российской семье. Это новости ТВК, и мы продолжаем. Еще минимум два новогодних стола без французского сыра и норвежской семги. Владимир Путин продлил продуктовый эмбарго до 31 декабря 2017 года. Неделю назад о продлении санкций против России объявили представители Евросоюза. В списке запрещенки до сих пор остаются мясо, рыба, молоко, сыры, овощи и фрукты. А полторы сотни красноярских магазинов обещают снижение цен на все овощи и фрукты, причем в ближайшие пары недель. Почему для этого понадобилось огромное помещение в тысячи квадратных метров, расскажем в следующем материале. Ленточку сегодня резали к центнерам черешни и тоннам бананов. Для последних здесь единственная в городе камера правильного созревания. Каждому другому овощу и фрукту отдельный бокс и своя нужная температура. Все вместе это распределительный центр, который для сети Командор заменит 20 других складов. А для тех, кто овощи и фрукты производит, это еще и шанс отправлять их в регионы, куда сами они доставить их не могли. Сегодня мы осуществляем доставку по городским магазинам Командора и нет возможности возить Хакасию в южные регионы. Прямо это большая проблема, самим нам не дотянуться. Они могут комплектовать в одном кузове на одну точку разных поставщиков. Самая главная задача вот этого всего, чтобы дать нашему покупателю более привлекательную цену, чтобы было возможности. Потому что цена, она складывается не только из цены покупки, но и из цены, из стоимости обслуживания всего процесса. А вот это уже плюс для красноярских покупателей. Один большой и мощный центр экономит время на обработку товара и делает все обслуживание дешевле, а значит и конечную цену меньше. Время на обработку товара здесь к минимуму сводит автоматика. Например, если погрузчик, ну допустим, с бананами приближается к вот этой двери, то открывается она автоматически и погрузчику не приходится даже останавливаться. А вот еще один плюс от скорости. Она делает большой оборот, а уже он позволяет закупать у поставщиков много и сразу. Это опять же приводит к возможности уронить цену. За счет того, что мы будем больше продукции закупать непосредственно у тех, кто ее выращивает, это позволит нам снизить цену, что очень важно. За счет того, что современное хранение будет, это позволит увеличить качество. И за счет того, что мы увеличили площади, это будет более разнообразно. То есть все три позиции закрываются. Закрывать позиции вот так раньше могли только федеральные ритейлеры. Как новая технология изменит красноярский рынок, покупатели должны оценить в ближайшие две недели. Екатерина Кашучик, Сергей Березовский, Новости ТВК. Благоустроили и снова перекопали. Участок нового сквера на Копылово отгородили забором. На информационной табличке указано, здесь будут прокладывать сети водоснабжения к жилому дому по адресу Пушкина, 32, то есть к строящемуся комплексу в параллели. Прописанные сроки сдать объект должны 30 сентября 2016. В мэрии новостям ТВК пояснили, подрядчик обязан будет восстановить благоустройство сквера, которое до этого благоустраивали городские власти. Готовьтесь заплатить больше. Уже с завтрашнего дня по всему краю меняется порядок расчета платы за отопление. Теперь красноярцы будут платить нестабильную сумму каждый месяц, а столько, сколько потребили. С одной стороны, это выгоднее, ведь за те месяцы, когда отопления нет, платить уже не нужно. Однако из-за перехода на новую систему в августе горожане в своих квитанциях увидят крупную сумму. Какую, знает моя коллега Елизавета Курочкина. Вы вообще плохо поработали в этом направлении. И то, что вы написали в платежках там маленькими буквами, не все люди это читают и не все люди это знают, понимаете? И сегодня для людей будет шок, самый настоящий. Самым настоящим шоком депутат Нина Михалева называет ту цифру, которую красноярцы увидят в квитанциях уже в августе. Платить за отопление в самое теплое время года горожане будут из-за новой системы начислений. Не отразится она на тех, кто живет в домах без приборов учета. Им новый порядок даже на руку. Тариф снизится в среднем на 40 рублей. Но вот те, у кого приборы установлены, а таких домов в Красноярске большинство, будут платить за теплоэнергию не раз в месяц, как раньше. А по схеме, сколько потребил, столько и заплатил. А где новая система, там и большой перерасчет за прошедшие полгода. На один квадратный метр он составит от 39 до 80 рублей. К примеру, жители однокомнатной квартиры ждет цифра от 1400 до 2500 рублей. А трехкомнатной и вовсе до 5400. Но, как говорят в департаменте городского хозяйства, даже если у вас нет денег, не беда. Данные суммы управляющие компании, значит, с теми, с кем мы разговаривали, значит, они планируют, что дать возможность рассрочки платежа людям на месяц, на два, на три, в зависимости от сумм, которые дано числятся. Говорят, у новой системы есть плюс. В квитанции с огромным платежом не будет строки за текущий месяц. Но вот вполне ли это компенсирует перерасчет, не упомянули. Крайне не вовремя это вызовет социальный взрыв и речь идет о миллиардах рублей. Так о новой системе сегодня высказались депутаты. Мне кажется, не очень оптимальное решение. Можно было найти более мягкую форму перехода на новую систему платежей. Может быть, перейти не с 1 июля, а с 1 августа или с 1 сентября. Это имение решения принято, и мне кажется, оно не очень оптимальное. Крайне в долги, вы видите, что 92 миллиарда уже госдолг. Это свидетельство просто о профессиональном уровне людей. Что для того, чтобы каким-то образом думать, как это сделать, человек должен понимать, как это делать. Самое простое – переложить на граждан. Вот то, что пытаются сделать. В департаменте парируют и задаются вопросом. А они-то здесь при чем? Ведь постановление предиктовано краевым правительством. Приняли его всего несколько дней назад. Задача городских властей – исполнить. В депутатском корпусе не нашлось сегодня тех, кто в полной мере постановление одобрил. Теперь новую систему обсудят на сессии городского совета. Вот только очередная сессия состоится в сентябре, а перерасчет придет уже в августе. Елизавета Курочкина, Станислав Салтыков. Новости ТВК. Ну и к другим темам. Маленький медвежонок взобрался на дерево рядом с жилыми домами. Неожиданная встреча дикой природы и человека произошла накануне на улице Туристской. Это граница жилой зоны и заповедника Столбы. Испуганный медвежонок просидел на дереве несколько часов. Как рассказали местные жители, представители сибирской фауны частенько забредают на их улице, однако медведей там не видели уже года три. А вот что они рассказали о сегодняшнем случае. А у него уже сил там по-моему нет, а там и корж на него налетают, и он чуть-чуть уже шевелится. Никому как бы ничего не надо. Алка маленький такой. Хоть бы сняли бы или что-то сделали ему. Прибывшие на вызов наряды полиции специалисты из Минприроды ничем животному помочь не могли. Никто не хотел провоцировать мать-медведицу, которая могла находиться неподалеку и кинуться на защиту своего детеныша. Правда, все и без вмешательства людей закончилось благополучным. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов края, медвежонок смог спуститься самостоятельно и ушел в лес. А специалисты Минприроды сейчас наблюдают за данным участком. Политический скандал в Минусинске. Глава городского совета попал в ДТП и, говорят, пытался скрыться. И назад в 90-е в Красноярске прошел суд над черными риэлторами. Это новости ТВК, и мы продолжаем. А было ли ДТП? Накануне в Минусинске депутат местного городского совета, заместитель председателя, врезался в автобус и якобы скрылся с места аварии. Об этом новостям ТВК сообщили очевидцы. Нам удалось связаться с Михаилом Зенченко. Именно так зовут участника ДТП. Но, по его словам, он не то чтобы не скрывался после столкновения. Самого столкновения, по его словам, не было. В ГИБДД сообщили авария была, но с места никто не скрыл. Столкновение было незначительным. Никто не пострадал. ДТП оформили сразу на месте происшествия. Выбирал маргиналов и переписывал их квартиры на себя. Сегодня в Железнодорожном районном суде прошло заседание по так называемому делу черного риэлтора. По информации следствия, Сагбадин Гумбатов, уроженец Азербайджана, мошенническим путем оформил на себя несколько квартир и долей. Всего в деле указано 5 эпизодов. Это только то, что удалось доказать. По неофициальным данным, пострадавших в разы больше. Так называемой риэлторской деятельностью мужчина занимался 8 лет. Он искал людей, страдающих алкоголизмом, наркоманией. И тех, кто находится в тяжелых жизненных обстоятельствах, у кого большие кредиты или долги. Приезжал Гумбатов зачастую не один и не с пустыми руками. Накрывал стол, входил в доверие и предлагал обменять квартиру на меньшую с доплатой. Однако, как уверяет сторона обвинения, никто деньги так и не получил. А некоторые, как вот этот пострадавший, и вовсе остались без крыши над головой. Деньги от кого-либо в размере 600 тысяч рублей. Нет. Ча? Нет. Ча бы да ну в гостинке жал. Или вы снимал. Все подписывалось под этим делом. Все. А потом сразу не сообразила, а потом уже поздно уже. Потом, когда уже приходит расчетка, уже не на мое имя, а уже на него. Вот тогда вот ты начинаешь волосы рвать на себе. Я не собираюсь выезжать и выписываться. За мошенничество в особо крупном размере Гумбатову грозит до 10 лет лишения свободы. Сам подсудимый вину не признает и уверяет все, что обещал, выплатил. Мужчина заявляет, что работал честно, а это дело якобы сфабриковали нечистые на руку люди. Со всеми рассчитывался, да. И есть расписки. Я никого в пьяном состоянии никуда не возил. Никто, никакой нотариуса не принял бы. Тут дураку понятно. А почему таких людей вообще выбирали? Ну каких людей? Ну многие ко мне обращались. Я занимался просто риэлторской деятельностью. А большой дом у вас? Ну дом. Ну сколько комнат? Мой дом. Сколько комнат? Ну пять комнат. Просто меня хотят уничтожить. Вот есть некоторые полизейские, которые, ну хотели получить взятку от меня, но не получилось. Ну прямо сейчас срочная новость. Сайт live.ru со ссылкой на источники в администрации президента России сообщает, что уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов написал заявление об увольнении после того, как у него был обнаружен конфликт интересов в связи с деятельностью фирмы сына. Источники также отмечают, что вопрос, заданный Астаховым, выжившим на озере в Карелии детям, не повлиял на данное решение. Правда, появляется уточнение, что руководство пресс-службы, уполномоченного при президенте России, заявляет, что, цитата, мы источники и слухи не комментируем. Это не соответствует действительности. Павел Астахов в соответствующий момент находится в МИДе вместе с президентом на мероприятии, заявил пресс-секретарь Павла Астахова изданию газета.ру. Прямо сейчас с другим темом. И одиноким, и замужним, и тем, кто в аварийном жилье, и тем, кто не работает на государство. Квартиры по цене в 35 тысяч рублей за квадратный метр теперь доступны еще большим категориям граждан. Об этом сегодня рассказали специалисты. Речь идет о госпрограмме «Жилье для российских семей». 2,5 тысячи человек уже попали в список льгот. Впереди еще минимум 10 тысяч вакантных квартир и целых 20 категорий граждан, которые могут их покупать по особой цене. Перечень достаточно широкий. Когда мы начинаем работать с гражданами, они впервые сейчас обращаются в администрации районов в городе, там именно заявления подают, то мы видим, что как раз конкретную семью, состав семьи, можно даже отнести к нескольким категориям. Узнать, имеете ли вы право на покупку льготного жилья, можно тремя способами. Через сайт администрации города по телефону горячей линии 226-15-70 или в администрации района по месту вашего жительства. Трехлетнего Витя Наймушина выписали из больницы в Индии после пересадки сердца. Напомним, новости ТВК рассказывали историю маленького красноярца. Из-за серьезного заболевания единственным шансом для малыша была трансплантация. Деньги на перелеты. Сложную операцию собрали жители Красноярска. Это почти 100 тысяч долларов. Сама пересадка успешно прошла 27 мая. И несмотря на послеоперационные сложности, отеки и одышку, сейчас мальчик чувствует себя хорошо. Организм ребенка принял донорский орган. Если все дальше пройдет благополучно, то Витя вернется в родной город уже через несколько недель.